И святая Богородица, спаси нас! Прихожанка храма всех святых Марина Хвисько ходит почти на все службы. Каждый год старается посещать богослужения по случаю праздника Покрова Пресвятой Богородицы. Праздник Покрова Пресвятой Богородицы, он не переходящий, поэтому часто попадает на будние дни. Не всегда получается посетить. В этом году это получилось, я очень рада. Праздник уходит своими корнями в начало X века, когда по преданию случилось чудесное явление Богородицы и спасение Константинополя от захватчиков сарацинов. Жители города, оставшиеся без защиты, молились во Влахернском храме. Один из молящихся, святой Андрей Юродивый, увидела озаренный небесным светом Богородицу, окруженную ангелами, а вместе с ними – святого Иоанна Крестителя и апостола Иоанна Богослова. Пресвятая Дева стала молиться вместе со всеми, а затем сняла со своей головы покрывало, которое по преданию светилось молниями и распростерло его над прихожанами. В Русской Православной Церкви этот праздник появился благодаря великому князю Андрею Боголюбскому, который особо почитал Пресвятую Богородицу. У нас есть традиция, историческая традиция, чтить особо этот праздник, хотя не в Византии, не потом в преемнице Византии Константинопольской Церкви, Греческой Церкви этот праздник не празднуется так масштабно, как на Руси. В русской культуре есть несколько традиций, связанных с праздником покрова. На Руси с этого дня начинались свадьбы. Девушки шли в храм и ставили свечу. Считалось, что сделавший это первый, выйдет замуж. Есть народная примета, чем больше снега на покров, тем больше свадеб будет в этом году. Также наши предки верили, если до праздника на деревьях не осталось листьев, то зима будет снежной и теплой. Если листва не опало, то придут сильные морозы. Никита Колосов, Константин Головин. События. КОНСТАНИЕ СОЛЬНЫЕ 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 СОЛ